Сегодня едем на Бердичевский пивзавод. Очень-очень я мечтал посмотреть когда-нибудь большое, огромное производство пива. Как там устроено, как работает. Ну, просто очень давняя моя мечта. Вот Сережа, представитель компании Литра, с которой мы будем работать. Я его попросил договориться. Он с удовольствием договорился с директором Бердичевского пивзавода. Нас пригласили на экскурсию, чему я очень-очень-очень и очень рад. Посмотрим, как, что там происходит, как работают люди, какое оборудование, всю технологическую цепочку. Я думаю, вам тоже будет интересно. Ну, а Леша... Мне повезло, я хвостиком. Да, а Леша нас как раз оттранспортирует туда. То, я думаю, мы там на обратном пути немножко будем шататься. Я думаю, дегустацию все-таки тоже проведем. Обязательно. Ближе к Житомиру уже зима началась. А в Киеве была осень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА О, нормалды. Ага. Оно. Вроде оно. Пивзавод. На охрану. Да, все по-взрослому. Ну, давайте сейчас запишемся и посмотрим. А, вон. Арказианская. Ага. О, своя... Водичка. Своя водичка, да. Прикольно. Палетный ступень. Так вот, все не по-детски, все по-серьезному. Такие вот. Две системы стандартов качества. ИСО 9001. ИСО. Вот так вот. Вот так, чтобы красивее было. Система ХАСК. ХАСП. ХАСП. Система ХАСП, да. Качество запроводжения. Система диспечности, харчевые продукты. Да, да, да. Мы тоже будем как-то проходить. Уклон на санитарию. А это другая система стандартов. Да, это уже... На бороду тоже делаешь. А, на бороду есть. Такое, чтобы... Тогда говорить не смогу нормально. Сидержим. Все. Идем. Идем на производство. Ха-ха-ха. Ну что, начинаем с самого начала. С самого-самого начала. Солодовня. И по технологическому процессу пойдем. Вон, сейчас что-то крутится там. Так. Ну, что в лагильнице? Действительно, вы видите, что это серия антиклориатов. Да. А вы только сниться, с которыми вы поднялись. А вы только со своим солодом работаете, да? У нас 50% выстачает своего солода. На 50% потужности. Ага. Те, что мы докупляем. Но то, что вы вот видите, практически уже такого не сбереглося майже нигде. Ну да. Это была солодовая дельница. Это ж такой антиквариат. Это ж лопатами вы аэрируете. С деревянными лопатами. Классно. Это все, как было. Но больше 100 лет назад в Немеччине. 100 лет прошло. Вот, до этого часа працюем. Смотри. Проросший уже с корешками. И что там не цікаво. Якость этого солода у нас. Ага. Лаборатория делает все солода. Просто для нас цікаво. Найвищая качество этого солода. Розчиненность. Все показники технологичные. Дуже хорошие. А какая экстрактивность? 70%. Экстрактивность 77,9% до 80%. 78, 79, 80% до 80%. Но это же не мюнхенский солод. Это украинский ячмень. Мы никогда не работали на импортном сировине. У нас эта сыровина местевая. А именно по сортам это пивоваренный ячмень? Обязательно. Обязательно. Обязательно пивоваренный ячмень. Классно. Я такой на солодовне еще такой не был. Я вам скажу, что тут весь процесс. Это можно выработать осень перед тобой. Визуально ты можешь видеть все, что происходит. В итоге, когда до нас приехал ячмень и когда разливается пляшка пива, без перерывного процесса 3,5 месяца. Это не шампунь 2 в 1, 3 в 1. Это очень долготривальный процесс. Ну это идеально. Вот сейчас стараются западные вот эти вот даже крафтовые пивоварни сделать именно пивоварню от зерна до бокала. У них чтобы сами солод, сами хмель собрали, сами сварили. То есть вот полностью аутентичное пиво такое. А мы это сберегли. А вы с какого года пивоварня вообще? Значит, рік заснувания завода это 1861 год. 1861 год. Взагалі в те часы в Бердичеве была дуже, я так понимаю, что дуже вода подходила для этого. Потому что тогда было 8 венокурин. Одна из них была наша. 7 закрилось и одна залишилась до этого времени. Вона была побудована Чехом. И вот наше пиво очень подобное до чешского. Значит, это вот выгрузка. Видите, появился наклев. Ага. И вот уже пошли проросточки. И поднимается температура. Если только температура поднимется 22 градуса, мы начнем эту купу раскидать, пониживать. Потому что, если залишить так, то поднимется температура, пиде затхлень, сплеснявая. Ну да. А так как тут ничего не вентилюется, это все делается деревьяной лопатой. Почему деревьяной? Потому что эти росточки, они очень нижние. И если порушить эти росточки от бигри, ну да, они погибнут. Дупинится биохимический процесс просто-напросто. И солод не будет такой потребной якости. Это сейчас у него усиленное дыхание, уже идет углекислый газ, надо постоянно аэрировать и очень аккуратненько. Аэрация происходит. Вот это тим развеивание. То есть, это целая технология, можно сказать, целый процесс. Потому что это стает солодовник, людина. Она настолько научена, она месяц учится, как правильно этот тик развеять. Покажи, как правильно кидать. Ох, ё-моё. Ага. Я тоже первый раз. Я думал просто грядку вот так вот, как землю переворачивать. Это надо развеять, конечно, подымать. Таки-таки ручная работа. А мы тут вам процесс не нарушим? Не-не-не, они все равно. Они это должны кидать уже все равно. И вот они отходят и просто разделывают, а потом опять собирают. Да, они потом подмели, аккуратно это все собрали. А чувствуешь сразу углекислым газом? Да, и еще, что примечательное. Начало пахнуть. Когда сюда заходишь, запах несоложенного ячменя, вот именно советским жигулевским пахнет. А это что за баки? Замочные чаны. Замочные чаны. Замочные чаны. 48 годы. Замочные чаны сделаны, уже удосконалены, барбатеры внутри, від смоктывания углекислоты и Д. На улице стоит вентилятор. То есть это больше сучасный. А вот при первичном замачивании они сразу здесь замачиваются, потом вода сливается и здесь же аэрируется. Конечно, здесь промывается. Все очень интенсивно промывается, потом сплотная коробка сверху, через перелив грязная вода сливается, потом обратно она вся. Это 48 часов это происходит. То есть абсолютно весь технологический процесс, этот режим прописан, и это все делается. И потом уже все замочные чаны, через транспортер, вот такие мерседес, это тачка. О, покажьте мне цей мерседес. Еще один антикварян. Ух ты! Она вот так вращается. Класс. Класс. У нас потужностей были меньше. У нас проект на потужность завода миллион декалитр пива на рік. Мы не относимся до индустриальных пивов. Мы никогда не относились до индустриальных пивов. Мы всегда были такие, какие-то неповторные, свои, эксклюзивные. У нас зазвичай, у нас все не так. У нас пшеничное, оно такое, как зазвичай, пиво. У нас оно наше, кубердичевское, пшеничное. У нас темное, так вот оно наше, незвычное. А дрожжи какие используете? Низового бродяга. Низового? Низового. свой штамм какой-то, или купаете? Нет, мы купуем. Мы купим пробирку на какое-то, это мы купим, но мы разводим до выводничих умов, до лабораторных умов твоих. Полнационная лаборатория, так у вас пропагаторы есть? Есть, да. У нас все есть. Молодцы, классно. Классно, классно. Да. Сейчас я не включаюсь. А тут стены такие мощные, да? Стоят? Тут толщина стены. Больше 1,5 метра. Солодовая дельница. 1,5 метра? Лагерный подвал, бельмище нулевой видметки. 1,5 метра ширина. Это вот старая, еще с тех времен осталась? Это с тех времен, да. С самого начала, получается, еще 1861 года? Одна стена осталась. Такая фортета. Да, фортета. Варильное подделение, это машинное подделение. Принимаемый саморай. Ага, это низовая часть, да? Да, да. Мы пошли с ним вниз. Ну, чаны такие приличные, как ракеты какие-то стоят, да? О, а здесь теплышко так. Да, маленькая варильная дельница, по-домашнему. Ага, ну, я смотрю, все-таки оборудование модернизированное уже, да? Да, да, да. Все-таки, так как саме смак закладывается в варильной дельнице при затирании, тут мы реконструкции сделали. У нас колись была четырехпособная варильная варница из-за черного металла. То все вот под нашу потужность немецкая компания они нам разрубили и смонтували уже на 2,5. У нас раньше было на 1,5 тонны засыпи, зараз на 2,5 тонны засыпи. Ну да, металлическая не очень хорошо. Это уже нержавейка. Практично все сучасное варит. Ого, бассейн! Круто! Круто! Запах слышите? Да, запах. А когда темное варится с карамельным солодом, ой, такое ощущение... Даже ступеньки внутри есть. Да. Это спускация... Нет, это не кастрюля. Больше видно? Что-то нет там? Раньше мы працювали вот тут. Значит, ну это тоже. Вот людский фактор, как бы, залежно. Мы с Карамель абсолютно... это вся схема, да, получается? Да, вся схема, да, да. Компьютерчики современные, вся схема, которая там нарисована, теперь здесь нарисована? Да, она просто уже здесь. Все, она уже управляется. Людский фактор выключенный, но... Девчата, только кнопочкой... Да, но я вам скажу, что залишилися працювати у нас. Як працювали, у нас практически девчата тут працюють по 35-40 роков. Вони як працювали тут, коли мы перевели в автоматичный режим, они цей мишки боялись, она в них прыгала. Да, я представляю. Значит, мы взяли сюди хлопців, компьютерщиков, чтобы они... Вот... Может, они смогли эту функцию виконовать. Но... Мы понимали, что девчата, они знают, что происходит там. Они не знают, что происходит там. А душа их оттам. И мы хлопців отправили, лісопятный батальон свой оставили, и мы не помилилися. Это пиво... Пиво має мати душу. А какой объем от варочного порядка у вас? И сколько вы варок в день можете делать? В сезон мы можем делать по 6 варок в день. 5-6 варок в день. Это в сезон. Сейчас мы делаем 4. Значит, практически у нас половину пива идут на настойном методе, так? И половину на одноотварочном. Одноотварочном, это все идут пива с несоложонкой. Это леон, очень плотное пиво, которое варится с додаванием несоложонки рису. Это 15,5 плотность. Это было на честь нашего директора. Вот было так. А отварочку делаете в этом же котле? В том. Ну, в том. И леон бродить с 5 дней еще. Да, да. Леон очень долго. 45, да? Больше. Больше 60 дней. 60 дней в бродить. Мы его сварили, мы забылися. Так, а мед, который используется? Мед? Да. Натуральный мед? Натуральный мед. Мы никогда не использовали ни мальтозной патоки. Вот вы меня сейчас удивите, если скажете, что у вас своя еще пасека. Нет, пасеки нет. Нема пасеки. что пасека была у покинного директора. Ааа. Почему это пиво Леон? Саме с медом, с додаванием, оно не медовое, там легкие нотки меду, но с додаванием меду, чтобы как-то трошечки подкреслить, что он мог бы это сделать. Хочется попробовать уже. Надо попробовать. Еще у нас есть один сон, тоже такого интересного пива. Мы его назвали, хотели бы его отнести до премиум-пласса, но с додаванием подкреслить. ну, тоже, это что, супермаркеты, оно не введено, не могу понять, премиум-пилы, оно варится на перелоге купить. Так как перелоги мали торговли, мы купили устаткование, и сами делали перелогу крупу, навіть таким же. Ну, нормально. Но, я вам скажу, тоже, очень интересный премиум-пилы, вышло на перелоге купить. Варяция Жагулевского получается. У меня тоже варяция, в том, что оно совсем другой смак. Просто мы шелуху отбили, мы ее забрали. Тот же ясьмин не сложенный, только без шелухи. Да, без шелухи. Вот смак достаточно интересный, очень высший. А варялоге фильтрувать ленту чи нормально? Ну, у нас очень хороший фильтрационный чан. Это фильтрационный? Да. А глянуть можно? Первое сусло происходит. Расслоение, второе. Вот идет фильтрация зараз. А это потом шелуха, будет плотно-плотно уплотниться шелуха. Ну, это вот сверху мука идет, да? Там шелуха. Да, так какось по дребнению, что мое будет, четыре фракции, дребна крупка, крупная крупка, мука и шелуха. Ось тут все очень хорошо видно. Нам, я вам скажу, за счет этого векона, сразу будь-який ляп на подребнение тут видно. «Я какого сорта и початковой плотности? Ну, в середньому десь 150 гектолітрів, 15 тысяч литров. Одна, одна, да, 15 тонн. 15 тонн. Это не много. Это не много. Я вам скажу, например, наш завод был миллионный, миллион деколитров пива на рік. И компоновка така была обладнание подібрана. Півтори тонни засипы, потом бродильная дельница, лагерная. И в те часы складные, например, массово зупинились заводы. Это были, где было 3 тонны засипы. Те заводы больше, но больше. Потому что, например, нам в те часы, потому что была низкая покупная способность в торговле. И нам было набагато простейше продать эти полторы тонны засипы, чем эти потребности. У меня 300 литров. Есть шанс тоже. Да, небольшой такой. фишер тепловминник немецкий. Мы его взяли. Двие секции. Это холодненькая часть. Без доган. Тут дальше мы аэратор. Аэроэн сусло. Для того, что три часа. Да, А тут охлаживается буквально за несколько секунд. Правильно? Проходит раку? Да, да, да. Проходит первая секция и вторая секция. А до какой температуры охлаждаете сразу? У нас только ледяная вода иде. Еще ничего. Только ледяная вода. Мы охлаждаем до температуры десь от 8 до 10. Ага. Ну, лагерная. Поближе к результату. У нас открыто бродение. Запах. запах. Это он. Детская технология бродения. Правильно? Открытые? Это же ванны открытого брожения. Поднимайте сюда. Блин, коридор. Посмотри, какие ванны. ванны Я знаю, мы снимали чужой. Ванны открытого брожения. Вау, какой запах. Запах. У нас на заводе открытого бродения было. Вот еще с тех времен. Ага. Сначала были бочки деревянные, потом черный металл, не, потом бетонные, потом черный металл. Мы уже поставили нержавеющий. Ну да, это все-таки универсальный. Мы решили открытого бродения, потому что например, такой смак, такое пиво можно досягнуть только в открытом бродении. Воно не повторное. Ни поле в закрытом бродении вы не дадитеся такого индивидуального смаку. Это может дать только в открытом бродении. Вот это охлаждение, да? охлаждение, которое поддерживает температуру бродения. Только слили пиво и вот это дрожжи остались? Да, да. А сколько вообще пересевов генерации вы используете? Ну, по-різному. Веселковая лаборатория дивится. А у вас своя лаборатория, то есть контаминацию всю эту? У нас микробиологичная лаборатория посевы. Они дивляться, как только 500 мертвых клеток перебившую. Короче, полностью автономность у вас во всем. Полностью. Мы пшеничный, это лагер. Абсолютно все разно. Ахмельная. Ахмельная? Ахмельная. Выпил это. Смотри, какая пена. ДК походит вот так по сторонам, а тут белоснежная такая пена и такая... Тирамису? Да, да, можно сказать тирамису. За дополгою открытого бродения можно визуально уже проанализовать наскільки якісно получится цей пыль на розвиве. Вы уже на вид определяете. это можно по 5 факторам, по поведению, по вот по ДК, по завиткам. Это опыт. Это уже я вам просто сразу скажу. Я даже скажу, какая будет углекислота. В нем это настолько по внешнему виду... А плодность как часто замеряете в процессе ображения? Значит, лаборатория производственная вона відслідковует від входящей сировины и до розвива абсолютно все. Пиво сварилось на варнице, вони замеряли плотность, дали добро на передачу бродильного отделения. По ходу, после теплообменника, они еще берут плотность сусла, определяют сусла. Температуру, плотность, что нигде водой не разбавилась. Потом в бродильном отделении за 5-час бродиня вони берут раз за 4-е тоже. Постейно идет контроль и анализ. Ну, запах, конечно. Это вот здесь надо петь песню. Если было море пива, я б дельфином стал красивым. Эх, нырнуть бы. Ну, хорош пугать дрожжи, пошли дальше. Да, 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 все, тихо. А такая вытяжка серьезная, тут же углекислота прямо. Да, ну, вытяжка заберет. Да, да, ну, запах просто вот пивной хороший такой. Где-то рядом есть выпить. Я вам на секунду покажу три шалави делай. О, класс. у нас 18 чаней. Те у нас квадратные, а решет у нас вот такие овальные, очень интересные вот эти чаны. размноживаете здесь, да? Нет, 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 это тоже бродильная. О, а это? Это у нас две емкости, пропагатор и разводник чистую культуру и задаем вот эти две емкости. А это для сберегания засевных. Три емкости для засевных держателей. А это уже засевные, да? Да, да. Вон, смотри, чанами колонны обошли специально на заказ делали. Ну, тут такой теплообменник серьезный. Серьезный. На этом еще все дверики меняем. На этом еще на 12-м году. А, это сейчас с жареным железом. Это реконструкция, Да, это как ковчане делали. И вот это, это не единственное предложили вот этот момент. Потому что если бы были квадратные, они бы или маленькие, или площади, вот осталось бы пустовать площадь. Харьковчане молодцы. Конечно, молодцы. Смешно. Да, да, да. Уже в самое сердце. Это, это миокарда сердце. Ох, здесь. Это лагерь не видели. Тут уже закончили, помните, все этапы реконструкции. Тут у нас тоже были раньше черный металл, покрывался смолкой пищевой. Это адский труд и страшный пункт, тресмат в пиве. Да, если где-то трещина, жарчина, это шмак. Это долго мы к этому шли, мы уже практически все, мы закончили все этапы реконструкции. На 72 лагерных емкости. Всего миокарда... Ну, я смотрю, они, получается, без рубашек, не охлаждаются сами, а вся комната, холодильник. Да, ну, 2 градуса здесь поддерживается, мощные холодильные установки стоят и 2 градуса. Хармелит? Хармелит, мион, мильне, мион, классичный мион. Это номер танка? я понял, да. Ну, объемы, конечно... Сколько лагеризуется у вас пива? Что значит, сколько? По времени? По времени, В зависимости от сорта. Если 11%, 21 сутки. И на коже, если 12%, еще 7 суток добавляет. 28 Чем плотнее, тем больше. Чем больше. Вот Леоне у нас 60 суток стоит, Леон, подвала. Для хранения, Ага, это фарфасы. Фарфасы. О, какое прозрачненькое. Это уже фильтрованное, с блеском, хорошая красота. Ай, красота. Пляжка, завязанно-плановое ремонтное, ремонтное. А, ну, такое ощущение, да, что в ракетном отделении корабля какого-то космического. А купить можно будет с тобой из танка? Из танка? Да. Я думаю, что договоримся. Договоримся. Это старый. Нары, алюминиевые, емкости, емкость, алюминия. Мы их тоже будем, вот это последний этап, уже у нас есть план, разработка, тоже харьковчане тоже будут нам. Харьков рулит? Да. Фильтр-прессик. Фильтр-прессик. На 150 литров в час идет фильтрация. Ага. Значит, обычный принцип Киндельбург намывается. Жарко, что такое да, 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 и не видно, темно. А вот, вот. Но это не фильтрованное. Это еще и не фильтрованное? это еще не фильтрованное. Но степень седания очень хорошая. Ну да. У нас, например, вот сейчас пиво, которое идет на фильтрацию, где-то 400, 600, до 900 тысяч дрожжевых клеток. Угу. Как, когда и как, какое пиво. есть такое, например, пшеничное больше, пшеничное, и 5 миллионов перед фильтрацией, то мы пускаем на сепаратор. У нас первая, у нас 4 ступени фильтрации. Первая ступень – сепаратор, вторая – кизельгуровая фильтрация, третья – обесплаживающая, и четвертая – картриджная фильтрация. но мы пиво не пастеризуем, мы пиво, мы ничего пиво… Но оно практически стерильное получается через сети, Ну, не то, что мукав стерильное, оно просто забирается все лишнее. Ну, микроорганизмов, во всяком-то случае, там нету. Оно же, сколько у нее срок хранения? Но мы даем 20 дней стойкость пива. 20 дней. При правильном хранении? Да, при правильном хранении. Такие серьезные ямкостя, да? Да, в этом году уже два заполненные ячмени, а на той и один пшеницей, и на тот год у нас будет один для солода, один для ячменю. Ну, на год хватает, да? Да, это от, это обеспеченные мы на год, и это очень важно, когда сыровина хранится в необходимых условиях, умовах и вентилюется. И у себя под боком. Да, и вот она наша, она своя. Уже спокойнее на душе. Ага, пошли. О, класс. Класс. Скука медалей. Дипломов. Самая, самая приятная часть. Ну, у нашей миногласа. Ой, ой, красота какая. А, на какого бы, оси проживите? Знаете, если бы, изя помирала, его пытала, а в нем взошли бы самый вкусный чай. Не жалейте за варки. Не жалейте за варки. Да, 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 это да. Да, до свидания. Заводу. Ну, вам это, с разумом, подобилось. Да, очень, очень. У вас варки есть? Макрояки. Директора, не мать, но лам тоже не мать. Хмельоная. Классная. Свеженькая, прям. Хмельная, там два хмеля, да, выкористовывается. Холодная. Я такого пива давно не пил. Бакмель. С Харькова. Я стояла. Ребята, с Харькова. С Харькова. Да. С Харькова. Да. С Харькова. При Гамском Союзе были только наши витчизняные ячмени. Сейчас мы работаем основно на французских. Те, что выращивают у нас. Ну да, изменились, конечно, и сорта. Под наш климат, все, но все равно меняли. Наша селекция не велася в Украине, и мы загубили посевный запас ячменей. И весь ячмень приваренный пришлось закупить. Немеччина, Франция, у нас в основном французском. А он тоже, он тоже, он тоже отрязняется. Мы, даже пшеничное пиво, пшеница, мы никогда не думали, что она настолько вплинет на смак. Мы купили одну пшеницу брали, потом в другом господарстве взяли пшеницу. И совсем смак изменяется. Произрастание, какая погода была, количество белка, конечно, все же разное. Это же не классическое пшеничное пиво, мы не мемор классический. Да, уже знаем. Победы? Да. Какие эксперименты будут? Лагерные. С сортами? Будут? Цекайные. Будут? Батько очень не хотел, чтобы называли пиво его именем при жизни. Сколько ему варенок? Нет. Ну, а Путин сам был варенок. Ну, это, получается, в памяти об отце, да? Да. Да. Хоча мы колись, еще, боже, еще, только начали ездить в Немеччину и в Немеччині пиво Леон. Это было, боже, еще где-то 20 лет назад. Вот я побачила, как я не уговаривала Леона Романовича. Я говорю, боже, ну, он сам Бог велел. Кажу, вы Леон, пиво Леон, но он нет и все. Что ты, как дегустатор, что скажешь? Классно, классное пиво. Ну, хорсеричное. А вы знаете, что наш пивзавод был экспериментальный при Союзе. У нас був даже цех холевых экстрактов на спирту. Мы цей экстракт отправляли в Санкт-Петербург массово, очень много. Ленинград. Ленинград. Для ракетобудования, что-то такое, еще в какую-то галузь, но не в пиловарм. А зачем в ракетах? Может, там был подпольник пивозавод? Для космонавтов специально. Какие ваши бачения взагаля развития полной индустрии в Украине? На жаль, таке будет как Немечко. Как Немечко? Да. Ну, как на заходе. Будут гиганты, малые заводы займутся, как обычно, локальные места, будут иметь свою нишу, как это мак. Ну, максимум, пшениця, в Киеве. О, новенькая. Сейчас сам вернулся. Ну, что? Мы, ну, я не знаю, как, ребята, я, я очень рад, что попал на этот пивозавод, посмотрел изнутри всю вот эту технологию, все сердце, сердце пивозавода. Ой, класс! У меня, у меня нет слов. Просто большое спасибо Владимиру Леоновичу, то, что молодец, открытый человек. А технолог как любит свое дело? Да, технолог, технолог, просто с любовью, конечно, да, рассказывает обо всем, ну, видно, человек, человек увлечен. Увлечен. 25 лет работает, из вас говорят? да. Я вам скажу, что люди не увольняются, они не увольняются, попасть должны. Классно. Поехали? Так что так, мы покидаем это гостеприимное место. Немножко у меня дикция после дегустации немножко не совсем удачная, но все очень хорошо. Так что какой красивый. Костел ордена босых кармелитов есть. Босых кармелитов? Босых кармелитов. Кармелитов. Босых кармелитов за то, что они спокутывали своем, ну, как они ходили завдебоси, спокутывали перед Богом своими проблемами. Ну, босых это один из орденов католических, он еще недовго был уже в запустении, потом католическая община начала его восстанавливать, поляки дали гроши. Тут находится икона Матери Божией Бердичевской, это самая главная икона католиков Украины. Это главный сантуарий Украины. Ну, сейчас здесь служба, тут два костела, нижний и верхний. Да, обовязково. Так, как положено. Нижний костел и верхний костел. Мы можем зайти, если не закрыто. И тут же женский монастырь, тоже ордена босых кормилитов. Класс. Монашки живут постоянно. Там с той стороны костела есть дверь. Можем потом зайти подивиться, там вход закрытый. Ну, давайте зайдем, посмотрим. Ух ты! Красота. Как красиво. Можем мастер божьи. террористов. Регина декор кармели. Угу. Костел нравится высотные такие. Класс. Вот. А, сам да. чувство прямо очень 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 удивили. Сейчас глянем. глянем. Да. Вообще. Ну, у меня нет слов. Круто. вообще, да. Я не понимал, как там 500 лет назад могло такое построить. Купола вот эти вот, Такие вот парки вот эти, да, это все камнями, да, вот прикладывалось. Круто. Класс. Каменные. Видно, что древняя, древняя вообще история. Такое средние века. Ух! центр Бердичево. А тут и кружка. хороша кружка. А вот котел розовый. увидели? Онора де Бальзак, между прочим, там венчался. Центр такой исторический. Очень, очень, очень интересно. Да, такой городок. Интересный, интересный городок. Ну, все. Вот наше путешествие закончилось. Да. Было очень интересно, было очень познавательно. классно. Я не попаду в так так что нам нам очень понравилось, да, Бердичев ждет, ждет вас. Блин, что-то с дикцией у меня вообще не то. Сейчас за ром садишься. Да, нет, нет. Я думаю, это начало нашей серии путешествий по пивзаводам Украины. Ну, я же хвостиком помнишь? Ты хвостиком, да, 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 да. Эх! Разгуляемся. Разгуляемся. Так что, все, пока, народ, ждите нового видео. Я думаю, будет интересно. Пока!